Продолжаются соревнования в зачет спартакиады среди сотрудников администрации Славянского района. На этот раз участники спартакиады соревновались в городошном спорте. Городки – это игра очень давняя, даже старинная. Ее история уходит корнями вглубь столетий. Упоминания об игре в городки есть в различных документальных свидетельствах. И совсем не случайно городки считаются частью нашей спортивной культуры. 11 команд приняли участие в этих увлекательных состязаниях, которые прошли на территории Славянского скейт-парка. Это довольно-таки старинная игра. Со временем как-то получилось, наверное, в мире, что подзабылись эти варианты. Но мы пытаемся это сейчас все возобновлять, как бы воссоздать все эти вещи. Потому что хочу сказать, что позапрошлом году даже, по-моему, в штанице Старо-Титаровской я был, да, был на открытии площадки. То есть люди возрождают, люди строят площадки. У нас тоже в перспективе заложено строительство городочной площадки. В игре в городки нужно с заданной дистанции выбить прицельным броском биты так называемые городки. Специальные фигуры, сложенные особым образом. Они представляют собой пять коротких палочек цилиндрической формы. Количество выкладываемых фигур составляет всего 15. Участники соревнований, а многие из них впервые взяли в руки городочную биту, старались как могли. К эмоциям этим положительным. Мы вернулись к нашей физической подготовке. Ну а что касается выступления команды, да, выступали первыми и пока что взяли максимальное количество очков. А так сама игра, конечно, увлекательная. Можно проводить время не только с коллегами, но и с семьей в домашних условиях. Ничто этому не мешает. В итоге удача улыбнулась самым метким и обладающим отменным глазомером. Победила команда главы. На втором месте команда «Повелители стихий» и замыкает тройку призеров команда «Нива Кубани». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...